полковник макгрегор добро пожаловать на шоу меня приводит в уныние слова генерала миль о том что украина добилась частичного успеха и продвигается на восток а генерал петреус ожидает что российская армия скоро сломается кто-нибудь воспринимает это всерьез что ж к сожалению многие люди на западе продолжают верить тому что им говорят мои стримные сми это очень досадно однако есть люди которые начинают задавать вопросы даже в германии а также в австрии и швейцарии такие люди есть во франции но их не так много как хотелось бы великобритании похоже никто не задает вопросов кое-кто высказывается но к сожалению у людей контролирующих сми есть монополия которая гарантирует что только одно послание будет транслироваться через мейнстрим вот ваш коллега выпускник в испоинта генерал петреус который полагает искренне убежден в том что украина может изолировать крым и изолировать президента путина будем надеяться что в рамках этой компании удастся отрезать наземную линию снабжения изолировать крым и в какой-то момент продемонстрировать россии что она не сможет победить и не сможет пережить этого знаете спустя 10 лет россия поняла бесперспективность войны в афганистане вот что мы должны до них донести и нам нужно сыграть в этом свою роль потому что владимир путин смотрит в зеркало но пока не видит человека принявшего катастрофическое для своей страны решение он видит лидера гордого народа который перетерпел нашествие наполеона и нацистов и все еще думает что сможет перетерпеть украинцев европейцев и американцев и чем скорее мы убедим его что этого не произойдет при комплексном подходе включающим снабжение украины давление на российскую экономику экспортный контроль дипломатический путь и так далее тогда и только тогда у нас есть возможность найти какое-то разрешение этой войны и избежать заморозки конфликта с новыми линиями фронта мы видим признание народов россии которые героически но дорогой ценой сопротивлялись различным попыткам европейцев торгнуться но он кажется все еще думает что сша каким-то образом могут помочь украине освободить крым я впервые слышу чтобы он заходил так далеко что ж во первых обратите внимание на использование слова перетерпел которое я считаю оскорблением он забывает что в 1815 году двухсоттысячная армия вошла в париж и в конечном итоге именно русский фактор сыграл решающую роль в разгроме наполеона поэтому я считаю чепухой идею о том что русские могут истекать кровью но в остальном некомпетент если оставить в стороне пропаганду нигде нет никаких доказательств какого-либо прорыва на самом деле если вы владимир путин вы знаете что украинцы находятся в ужасном состоянии фактически многие генералы убеждают путина нажать на спусковой крючок и начать атаку до самого верховья реки до сих пор он сопротивлялся и у него различные взгляды на этот вопрос один из которых заключается в том что он все еще хочет иметь отношения с западом поэтому он изо всех сил старается избежать конфликта который сделает такие отношения невозможными поэтому он сдерживается как долго это будет продолжаться можно только догадываться но к сожалению нет никаких доказательств подтверждающих слова петреуса полковника вмс сша британский вмф вмс других европейских стран планируют военные маневры в черном море у самого побережья россии да министерство обороны румынии сделала заявление о том что в черном море пройдут совместные военно морские учения нато большинство кораблей уже там но возможно не все мы не знаем сейчас говорят что кроме англичан французов румын там будут присутствовать турецкие суда и очевидно сша будут участвовать легенда такова учитывая варварство россии и повсеместные акты злодеяний мы должны провести в кавычках операцию по обеспечению свободы судоходства чтобы поставить русских на место и показать им что они не могут монополизировать черное море это прикрытие официальная версия для публики в частном порядке мои европейские источники сообщили мне что существует план попытаться сопроводить в одессу суда доставляющие оружие украинцам я надеюсь что это неправда обеспечение свободы навигации уже опасно само по себе в зависимости от того что они под этим подразумевают если они слишком приблизятся к крыму или российскому побережью разумно предположить какую-то конфронтацию русские этого не потерпят и у нас уже были проблемы с дронами которые мы запускали в этом районе их атаковали избивали русские вовсе не собираются отступать помните в прошлом году произошел инцидент корабль королевского в мф подошел слишком близко самолеты были подняты в воздух и русские очень ясно дали понять больше так не делайте в следующий раз мы вас потопим так что я не знаю что они подразумевают под свободой судоходства но если это будет рискованно или безрассудно они могут вступить в драку с русскими в которой в конечном итоге проиграют нельзя победить державу с моря тем более с такой лужи как черное море полковник вы опасаетесь что в мс сша отправят корабли с оружием для украинцев под прикрытием военных маневров вы боитесь этого потому что если это произойдет я думаю российская разведка узнает об этом и эти корабли будут потоплены что ж нет никаких доказательств насколько мне известно что мы или любой из наших союзников доставляли это оружие идея в том что грузовые коммерческие суда потенциально груженные оружием могут сопровождаться нами в каком-либо виде британскими французскими американскими турецкими румынскими кораблями если это правда то очевидно у нас большие проблемы потому что русские приостановили операцию связанную с поставками зерна потому что все суда приходили с оружием разгружали оружие а затем загружались зерном и повторяли процесс русские сказали мы больше этого не потерпим так что если мы это сделаем у нас будут проблемы в конечном итоге мы будем терять суда россияне не собираются сидеть сложа руки и возможно именно этого хочет администрация ведь это те же самые люди которые заявили что хотят отправить туда атакам тактические ракетные системы с дальностью действия 300 километров что позволит украинцам снова атаковать в глубь россии полковник это это провокация организованная вероятно на самом высоком уровне американского правительства это безумие мы не готовы в военном отношении поддержать такую провокацию аналогично франклин рузвельт манипулировал японцами подтолкнув их бомбардировки перл-харбора но он также очень старался спровоцировать немцев но немцы не поддались на провокацию поэтому его попытка вовлечь в мс сша в подводную войну с треском провалилась но на этот раз если вы собираетесь действовать в черном море что с точки зрения россии нечто большее чем уровень карибского моря потому что мы считаем морской путь святого лаврентия и великие озера своими мы и канадцы так что мы не позволим иностранным военным кораблям ходить по морскому пути святого лаврентия и я бы сказал что если мы попытаемся направить военные корабли в черное море они будут находиться под очень строгим наблюдением и если они подойдут слишком близко к чему-то жизненно важному для русских русские начнут действовать плохая новость в том что многих людей в россии есть зуб на нас и меня очень беспокоит то что у них слюнки текут от перспективы причинить нам ущерб в конце концов мы отправили сотни танков и бронированных машин а также миллионы патронов предназначенных для уничтожения русских поэтому я думаю что опасность вполне реально если мы проявим неосторожность мы можем оказаться в состоянии войны с россией в черном море настоящий русский бренд великоросс это совершенное качество лучшей традиции и уникальный стиль который придется по вкусу самым брутальным мужикам и их славным подругам спортивные костюмы из легкого и плотного хлопкового футера украшены нашивками и лампасами в русском стиле коллекцию удобных кепок панам и бейсболок из стопроцентного премиального хлопка различных цветов русские джинсы и слаксы высочайшего качества потрясающим мягкие и удобные носки и трусы а также множество другой великолепной одежды и конечно отдельно стоит рассказать о легендарных ремнях великоросс прочные выполненные из воловьи кожи с фирменным горячим тиснением они становятся не просто элементом образа а символом любви к родине у них магазине много и других великолепных вещей только для подписчиков нашего канала великоросс дает промокод на скидку в 15 процентов этот промокод а также ссылка на магазин в описании переходите и заказывайте вещи от настоящего русского бренда расскажите как обстоят дела в вопросе с зерном я имею ввиду насколько я понимаю в турции существует огромное производство по переработке зерна в муку эта мука продается повсюду в европе и президент путин не собирается вмешиваться в это если только это не украинское зерно я правильно понимаю да потому что опять же русские разрешили судам заходить загружать зерно и вывозить его проблема в том что эти суда завозили оружие они поддерживали украинскую армию вот почему русские сказали хватит мы больше этого не потерпим я не думаю что эрдогану стоит беспокоиться о потере доступа к российскому зерну если только он не отдаст своим судам приказ существенно поддерживать остальных видите ли нато очень странное животное всякий раз когда проводятся учения нато каждая страна очень подробно оговаривает что могут и чего не могут делать ее соответствующие силы так что не бывает операции в которой все делают одно и то же у французов свои инструкции у англичан свои инструкции у турок свои у румын свои эти инструкции не будут одинаковыми а командовать все операции должен румынский адмирал он будет знать о различиях приказах и поэтому то что можем сделать мы или британцы это то чего другие делать не будут это очень странное стечение обстоятельств но именно так работает нато потребуется ли для чего-то подобного одобрения президента сша можно так подумать особенно учитывая обстоятельства но я не знаю кто здесь главный я имею ввиду что президент байден является главнокомандующим хорошо но какие у нас доказательства что он действительно в курсе всех этих подробностей мы знаем что в м с долгая история независимого командования и они предпочитают действовать так как считают нужным когда джимми картера был президентом он хотел чтобы в м с вошли в персидский залив с авианосной боевой группой но они развернулись и поплыли в другом направлении правда потому что войдя с авианосной группой в персидский залив они стали бы соблазнительной целью и так мы знаем что в м с поступают так как считают нужным как хотят так что я не знаю какие инструкции у адмиралов хотелось бы знать было бы неплохо узнать что британское правительство говорит своим людям а британцы более агрессивны по отношению к россии чем кто-либо другой в нато могу сказать вам что я думаю я конечно не военный историк вы знаете мою область деятельности вы риттер джонсон и другие научили меня всему что я знаю я думаю что консерваторы американского правительства решили что это способ спровоцировать россии украинское наступление провалилась она даже близко не может достичь своей цели у них кончаются боеприпасы у нас даже больше нет артиллерийских снарядов поэтому мы посылаем им кассетные бомбы а это все равно что ткнуть медведя в ребро или в глаз чтобы посмотреть что будет и если это так я буду использовать слово безумие это безрассудно и неконституционно ну я думаю что это безрассудно я оставлю конституционный вопрос вам но проблема в том что сейчас в вашингтоне есть люди они находятся в белом доме в конгрессе в госдепартаменте в разведслужбах министерстве обороны которые искренне верят что таким способом можно побудить русских к переговорам нам нужно кое-что понять это не основано на каком-либо разумном мышлении это все фантазии россияне сейчас имеют стратегическое преимущество они не понесли приписываемых им тяжелых потерь украинцы понесли и они в ужасном состоянии больницы переполнены и там все время копают могилы гибнут сотни тысяч людей сотни тысяч раненых украинцы настолько отчаялись что пытаются заставить польское правительство других членов нато устраивать облавы на граждан украины беженцев в этих странах ловить в кавычках годных мужчин и отправлять их обратно на украину воевать по моему это не является показателем успешной военной операции но по какой-то причине есть глупые люди которые действительно верят что русские будут уклоняться от прямых действий против нас и я думаю что отчасти это скажу по секрету вам и вашей аудитории вина владимира путина путин слишком долго бездействовал отсиживаясь в обороне и создавал у людей впечатление ошибочное впечатление что по какой-то причине он не может атаковать это неправда но я думаю что такое восприятие очень сильно укоренилась в вашингтоне и лондоне отсюда это глупая идея по сути спровоцировать русских где исторически лучше всего это сделать если вы американец на море большинство наших конфликтов начались на море посмотрите на события испаноамериканской войны посмотрите на инциденты с немцами с лузитанией посмотрите на вторую мировую посмотрите на инциденты с участием японцев и немцев и в конечном итоге провокация в отношении японцев сработала у нас были проблемы с так называемой танкинской резолюцией у нас были инциденты на море с участием северной кореи море очень опасное место но если вы полны решимости спровоцировать своего врага вашингтон похоже хочет именно этого то черное море очевидно идеально для этого подходит полковник сегодня утром вы прислали мне статью в которой утверждается что украина потеряла триста восемьдесят семь тысяч военнослужащих триста восемьдесят семь тысяч это огромное число вас есть основания полагать вас есть основания полагать что это число является точным цифры которые я отправил вам в этой конкретной статье взятые из австрийского издания они основывали свои выводы на нескольких других источниках но они утверждают что триста восемьдесят две тысячи человек было убито в прошлом году в 2022 это означает что общее число сейчас значительно превышает 400 тысяч этого я не знаю я принимаю число 400 тысяч большинство аналитиков которым я доверяю и вы говорили с некоторыми из них согласны с тем что 400 тысяч убитых правдоподобная цифра они также назвали потери так называемых наемников иностранных добровольцев и так далее воюющих на стороне украинцев 54 тысячи из них 32 тысячи человек убита и я не знаю сколько их там осталось это тоже очень большая цифра и так я думаю мы можем сделать вывод с некоторой степени уверенности украина с треском проигрывает эту войну они истекают кровью это ясно если сопоставимая несопоставимая но если достоверная цифра убитых с российской стороны цифра не может быть такой же если данные риттера верны соотношение 7 к 1 то число русских сокращается примерно до 50 или 60 тысяч против 450 тысяч украинцев я думаю скотт прав и он использует другие методы подсчета но я думаю почти все мы приходим к аналогичным выводам и в конечном итоге именно это мы и узнаем в какой-то момент в будущем но сейчас никто не раскроет правду таким образом вы зависите от информации из открытых источников которая доступна суть ключевой момент в том что украинцы проигрывают они не близки к победе они не смогут приблизиться к победе забудьте об этом и помните что русские с каждым днем становятся сильнее я видел цифры которые предполагают что до конца года еще 300 тысяч российских военнослужащих полностью обученных и вооруженных примкнут к уже имеющимся 750 тысяч это больше миллиона и мы знаем что их цель достичь одного миллиона двухсот тысяч так что шансов на победу у украинцев нет к как вы думаете почему президент путин не решается положить этому конец раз и навсегда с помощью кувалды но я много думал об этом давайте вернемся во времени и послушаем что он говорил последние два три десятилетия опять же владимир путин русский человек который прожил значительную часть своей жизни на западе большую часть этих лет он провел в германии он свободно говорит по-немецки он знает большое количество немцев бизнесменов а также военачальников он понимает запад вероятно лучше чем любой другой лидер россии за последние несколько поколений он хочет отношений западом он сказал это ясно дал это понять его спросили считаете ли вы россию частью запада он ответил россия безусловно европейская держава и мы хотим быть частью европы можете представить себе более прямой ответ я думаю отчасти дело в этом мы очень ясно дали понять что не хотим с ним уживаться мы хотим чтобы он ушел мы даже не хотим чтобы россия существовала в ее нынешнем виде мы были бы рады разделить ее лишить ресурсов и продать на аукционе с другой стороны он занял противоположную позицию он хочет ужиться с нами если мы сможем поменять правительство на западе я уверен что появятся люди с которыми он сможет вести дела но что у него есть сейчас в вашингтоне он имеет дело со своего рода сумасшедшими которые решили балансировать на грани войны в черном море и каждый раз когда мы говорим о красных линиях что мы не будем поставлять украинцам то-то и то-то через несколько месяцев мы плюем на ограничения и говорим нет поставки будут и так с точки зрения россии справедливо спросить а какой момент они передадут украинцам тактическое ядерное оружие я уверен что их это беспокоит и для этого есть основания я бы сказал опять же это бессмысленно но кто противостоит этому и в сенате или в палате представителей никто это неприемлемо американцы этого не хотят посмотрите на данные опросов два к одному американцы считают что контроль южной границы гораздо важнее чем контроль границы украины или помощь украине в борьбе с россией есть данные опроса европейский электорат движется в схожем направлении таким образом широкие массы населения в европе и сша выступают против войны с россией полковник большое спасибо за ваш анализ и за последние новости потому что мы больше нигде ничего не слышали об этих военных маневрах всегда приятно говорить с вами мой дорогой друг спасибо спасибо судья спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!